Ведущие швейцарские компании в Женеве ознакомились с принципами работы Международного финансового центра Астана. Разговор шел об основных направлениях деятельности центра и выгодных условиях ведения бизнеса. Напомню, официальная презентация МФЦА в Астане запланирована на 5 июля. Все подробности у нашего европейского субкора Жанат Эрнст. Швейцария входит в топ-5 крупных инвесторов нашей страны. За последние 10 лет около 20 миллиардов долларов США было вложено этой страной в экономику Казахстана. Растет и взаимная торговля между нашими странами. В прошлом году ее объем составил 3 миллиарда 200 миллионов долларов США. Казахстан экспортирует в Швейцарию нефтяное сырье и металлы, импортирует же химическую и фармацевтическую продукцию. Для того, чтобы мы могли поставлять и готовую продукцию, сегодня необходим приток иностранных инвестиций с трансфертом технологий и услуг. В том числе и финансовых, с применением новейших технологий и богатого опыта по управлению активами. Об этом и шла речь на конференции по презентации Международного финансового центра Астана в Швейцарии. В частности, вот и Цюрих, и Женева, они очень известны тем, что они сфокусированы на управлении активами и управлении благосостоянием частных лиц. То есть это не только крупнейшие инвестиционные банки, такие как UBS, Credit Suisse, как Julius Baer, но еще и такие тысячи компаний, которые управляют активами до 1 миллиарда долларов, свыше 1 миллиарда долларов. И мы как раз создаем возможность для них работы в рамках Международного финансового центра Астана. Те инициативы и реформы президента Назарбаева, они очень сильно впечатлили финансовое сообщество здесь. Было отмечено, что тот уровень стандартов, на которых базируется работа Международного финансового центра Астана, соответствует всем современным тенденциям и трендам. Казахстан очень богатая и современная страна, и все эти возможности, предоставленные правительством, могут привлечь больше 40 швейцарских компаний, которые уже есть в Казахстане. У нас очень хороший уровень сотрудничества. В начале июля мы планируем в составе большой делегации швейцарских компаний во главе с министром экономики Швейцарии Йоханом Шнайдером посетить Астану. Это наилучший путь для лучшего знакомства с тем, что происходит в Казахстане и в регионе. Эксперты отмечают, что деятельность МФЦА гармонизирована и с членством Казахстана ВТО и со стандартами ОСР, а также других международных организаций. Во время вступления во Всемирную торговую организацию Казахстан взял на себя обязательства для открытия прямых филиалов иностранных банков и страховых компаний в стране. Это работа по отмене барьеров для участия иностранного капитала в сфере коммуникаций и финансов. И поэтому именно в рамках Астанинского финансового центра банки и страховые компании и другие финансовые институты получат возможность работать через свои прямые филиалы, не открывая дочерние компании. То есть наши обязательства, которые приняты при ВТО, уже реализуются в рамках отдельно взятого Астанинского финансового центра и в рамках тех юридических правил или регулирования, которые установлены здесь. Швейцарские финансисты и предприниматели очень позитивно принимают новости о вводимых налоговых льготах, преференциях для иностранных участников МПЦА и о деятельности центра с применением английского общего права. По их мнению, эти меры поддержат интерес большого числа других потенциальных участников МФЦ «Астана». Вот это все позволяет сконцентрировать финансовые институты на уже поиске соответствующих бизнесов. И я думаю, что в этом смысле и то, что мы обсуждаем возможность доступа к управлению суверенными фондами в Казахстане, возможность участия в приватизации, которую проводит фонд суверенного благосостояния «Самрук Казанай», национальные компании, возможность участвовать в программе диверсификации, возможность быть частью большого строительства инфраструктуры в рамках инициативы «Один пояс, один путь» – это действительно впечатляет многих инвесторов. Сегодня стало известно о том, что по итогам двух презентаций центров Цюриха и Женеви несколько компаний про авидбанкинга готовы зарегистрироваться во время предстоящего в начале июля старта работы МФЦА. Всего же до конца нынешнего года центр планирует привлечь и зарегистрировать около ста компаний, довести это число в следующем году до 250 и уже до 500 участников до конца 2020 года. Жанна Тернежу, Март Ахметов, Хабар-24, Женева, Швейцария.